Это все равно, что в первый раз в первый класс. Так рассказывают о своих тренировках на стадионе после трех месяцев перерыва наши легкоатлеты. С конца марта и до начала июля все они вынуждены были находиться на самоизоляции, тренировались как придется и где придется. На первом этапе снятия ограничений в Мордовии им разрешили тренироваться группами не более двух человек, и они с радостью вернулись на дорожки. Во-первых, я хочу выразить огромное спасибо руководству и сотрудникам стадиона, которые позволили войти в нормальный тренировочный процесс, что нам не позволяло три месяца нормально тренироваться в нормальных условиях. Я скажу одним словом, это счастье просто бежать по дорожке и чувствовать ритм бега, чувство бега. Я очень рада, очень довольна, что дали мне такую возможность тренироваться на стадионе. Уже пошел процесс, уже угроза профессии пошла. Представьте, танцор балета, его посадить просто в домашнюю самоизоляцию на три месяца. Он теряет все свои качества, которые приходится долго восстанавливать. И восстановит ли он, это вопрос. И также другие, также спортсмены высокого уровня вынуждены вот эти три месяца проводить в самоизоляции. Конечно, мы тренировались, но условия практически весной, когда дожди идут, холода, как может спринтер, качественный процесс тренировочный. Поэтому трудно сейчас, неизвестно, как вот сейчас будут результаты. Неоднократная рекордсменка Мордовии в беге на 100 и 200 метров Ирина Белова является ведущей спортсменкой нашей сборной. Сегодня по плану у нее мог бы быть выходной, но она решила, что выйдет на дорожку, поскольку в нынешней ситуации каждая тренировка на счету. Уже 8 августа Ирина планирует участие в соревнованиях, этапе Кубка страны. В какой форме могут подойти к этому старту легкоатлеты, остается загадкой. Дело в том, что некоторые, вот как я в курсе областях, они уже пораньше немножко начали выходить, а мы вот только вышли. И вот эта разница, она может внести коренные изменения в места, которые мы планируем. После выхода легкоатлетов с карантина прежняя проблема дисквалификации нашей федерации еще больше обострилась. Теперь россиянам могут отказать в выступлениях на международной арене даже под нейтральным флагом. Всему виной долг в 10 миллионов долларов за расследование, которое требует вернуть ИААФ. А Всероссийская Федерация выплатить его не готова. Многие наши ведущие спортсмены уже заявили, что от безысходности подумывают о смене гражданства. Не исключили такого развития событий чемпионы мира. Прыгунья в высоту Марии Лосицкене, барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в шестом Анжелика Сидорова. А 16-летний перспективный прыгун в высоту Матвей Волков уже подал заявку на смену спортивного гражданства. Мордовские атлеты пока подобных шагов не предпринимают, но в целом понимают настроение своих коллег. Мне кажется, это уже какие-то крайние меры. Если уже нет каких-то конкретных действий, то выхода нет. Это последний, единственный шанс выступить на международной арене некоторым спортсменам. Это сменить гражданство. Но я думаю, что каждый спортсмен патриот своей страны. И каждому не хотелось бы уезжать из своего региона, из своей страны. Хотелось всегда выступать за свою сборную страны, за свой регион. На самом деле смена спортивного гражданства сейчас очень такое бесполезное занятие. Потому что данный регламент, который недавно был введен, в прошлом году, он уже не подразумевает переход по спортивным соображениям. Он подразумевает только по жизненным обстоятельствам. То есть семья, работа, когда человек уже живет. К большому сожалению так. Потому что я бы лично хотел увидеть переход наших лидеров. Хотя бы ради того, чтобы наше руководство спортивное поняло, чем их действия чреваты. И это был бы для них звоночек. Хотя, конечно, я сомневаюсь, что есть хоть какой-то звоночек, который может их сбить с их очень странного курса. Молотобоец Сергей Литвинов за свою карьеру спортивное гражданство менял трижды. С белорусского на немецкое, а затем с немецкого на российское. После переезда в нашу страну в 2010-м он на всех соревнованиях представляет Мордовию. Поэтому кто, как не он, знаком с подобной процедурой. Однако в настоящее время переход из одной страны в другую существенно осложнился. Этого нельзя сделать как раньше, по спортивному принципу. Должны быть другие, более веские причины. Иначе придется три года не выступать на международной арене. Лично я пока еще даже не задумывался о смене. Хотя, наверное, мне это будет сделать легче всего, потому что у меня есть гражданство в Германии, помимо российского. Но не хочется третий раз переходить, мне кажется. Я уже переборщил с переходами. Нет, я нисколечки не жалею, что перешел в Россию. В России у меня были хорошие возможности для подготовки. Я, в принципе, неплохо, по сути, готовился здесь. Конечно же, то, что случилось, это никак не способствовало моей реализации как спортсмена. Но, с другой стороны, я здесь встретил свою жену. Мне тут родился мой сын и так далее. Поэтому жалеть было бы очень странно. Даже в мордовском спорте есть примеры, когда смена гражданства позволила спортсменам сделать большой шаг вперед в развитии карьеры. Уроженки Ичалковского района республики сёстры Ирина и Елена Кручинкины выступают за сборную Белоруссии по биатлону с 2019 года. За два сезона на их счету участие во всех крупных международных турнирах, включая этапы Кубка планеты, а также чемпионаты мира и Европы. Елена в минувшем сезоне даже завоевала золото континентального первенства. Не факт, что в России сёстрам дали бы шанс проявить себя. В любом случае судьба каждого спортсмена в его руках, особенно если федерация о твоей карьере особо не заботится. Юрий Осипов, Александр Данилов. Программа «Наш спорт».